Добрый вечер, дорогие товарищи! Здравствуйте, уважаемые товарищи! Добрый вечер, с кем еще не успел поздороваться. Тема и интересна, и сложна, и проста. Вот как-то такая диалектика, да, простоты и сложности в одной тематике. Почему? Потому что много запутанности по этой, правда, не только по этой теме, по теме морали, нравственности, да, классовому основанию морали. Вы знаете, что всякий класс, придя к власти, подгребает под себя все, начиная, значит, с производственных отношений, да, а потом и все настроечные отношения, и общественное сознание, и вот по меткому выражению Маркса и Энгиса, которую вы знаете хорошо, идеология господствующего класса становится господствующей идеологией. Это, конечно, касается и нравственных идей, моральных идей, я подчеркиваю, это не одно и то же, этических идей. Вот три термина, которые часто отождествляют, но, в общем, их надо различать, конечно, да. Вот давайте я в лучших традициях классической философии, идущих от Аристотеля, прежде чем говорить о чем-то, надо определить термины, да, вот этого, чтобы потом не впадать в логические ошибки. Итак, начну с наиболее высокого в абстракции термина. Это термин «этика». Этика – наука. Впервые, в общем, обосновал такие теоретические подходы, положения этические Аристотель. У него есть такая знаменитая работа «Некоманова этика». Ну, собственно говоря, эта работа состоит из писем Аристотеля своему сыну, поучительных писем, где он, так сказать, много чего хорошего и доброго говорит. И вот, кстати говоря, результат этих писем был настолько ничтожен, что мы можем убедиться, что одними проповедями, чтением, как у нас говорят морали, призывом какой-то благости в поступках или в мыслях, ничего не добьешься. Вот. То есть, вот тут тоже вставал материализм. Но Аристотель это, не знаю, понял или не понял, но оставался на зыбкой платформе объективного идеализма, иногда соскакивая, в общем, и в материализм, безусловно. Он выдающийся ученый был. И в субъективный идеализм, местами, так сказать, можно его тоже критиковать с разных сторон. Но, значит, этика – это наука. Вот Аристотель одну из наук, он много наук основал, это наука о чем? Предмет этики. Это, конечно, ну вот предмет определяет, предмет науки всегда термины, которые вот этот предмет так или иначе описывают. Основные термины этики – это добро и зло. Вот. Добрый поступок, злой поступок. Значит, вот вокруг этого Аристотель, я сказал, основал науку, этику, но это не значит, что он первый вообще стал говорить о добродетелях, о морали. Вот. Наверное, из наиболее известных фигур до Аристотеля это был, конечно, учитель его учителя, а у Аристотеля учителем был Платон, напоминаю, а у Платона учителем был Сократ. Вот Сократ, он как раз для него главный предмет его занятий, вот учение о добре и зле, о добродетели, и на чем оно может основываться. И, кстати, очень полезно сейчас вспомнить некоторые моменты изучения Сократа, хотя он ничего не писал, но вот за него Платон там, его грамотные рабы записывали за Сократом, и там Платон это все так подредактировал, и остались у нас эти идеи, очень интересные. Значит, этика – наука о поведении человека, добром или злом, на чем это основывается, эта этика рассматривает объективные и субъективные основания, вот, добра и зла. Теперь мораль. Мораль – это форма общественного сознания. И как форма общественного сознания, она очень такая, ну, неоднородная, даже плюралистичная. Почему? Потому что вот мораль, ну, будем все-таки основываться на материалистическом подходе, да? Мораль – это форма общественного сознания, значит, она определяется общественным бытием, да? И, следовательно, разные моменты этого общественного бытия, ну, для разных классов, социальных групп, профессиональных даже групп, определяют разные взгляды на то, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло, вот, иногда различия доходят до просто противопоставления. Но не всегда, да? Нельзя сказать, что если профессиональное различие, там есть, да, какие-то оттеночки, но что там до противопоставления доходят? Нет, не на этом уровне. Вот на классовом, да, доходит. Для противоположных классов, безусловно, тут различия прямо противоположные. Вот в том числе и во всех аспектах того, что касается морали как форма общественного сознания. Представление о том, что такое добро и зло. Надо сказать, что мораль – это одна из старейших форм общественного сознания, если не самая старая. Она была регулятором отношений между людьми, начиная с первых столетий первобытно-общинного строя, который, я напоминаю вам, длился дольше всего в истории человечества. Хотя первобытно-общинный строй иногда называют предысторией. Но все-таки это все хомо сапиенс уже. Так вот, всего, по данным современной антропологии, я напоминаю, человечеству 100 тысяч лет. Из них 95 тысяч лет – это первобытно-общинный строй. И там вот регулятором, основным регулятором поведения является именно мораль. Права нет. Почему нет права? А право, возведенное в закон, опять я цитирую Маркса, воля господствующего класса, да, Маркса и Энгельса. Значит, нет классов, да, нет честной собственности, права нет. Оно не нужно. Право – регулятор отношений, отношений, в общем, противоборства, непременированного противоположных классов. Нет таких. И вот Энгельс в работе «Происхождение семи частной собственности государства» восхищается еще сохранившимся до времени его жизни таким, значит, первобытно-общинным обществом, как некоторые вот автовизмы, что называется, таких вот общим индейских Соединенных Штатах, да, там, еще тогда Амазония не была исследована, да, почти что. Значит, и вот, кстати, вот Луис Морган, трудами которого пользуется Энгельс в этой работе, он как раз описал эти обычаи, нравы, поведение, и вот мораль этого первобытно-общинного строя, да, которое можно было изучать прямо вот непосредственным образом. Он пишет, Энгельс, что за чудо этот иракистский род, ни тюрем, ни полиции, ничего нет, и люди живут в согласии, хотя, может быть, не очень богато, но в согласии, никакой эксплуатации человека человеком нет. А почему? Да потому, что нет частной собственности, нет частной собственности, если нет отчуждения ни от процесса труда, ни от продукта труда, распределение ведется по коммунистическим принципам, по потребностям, потребностям, правда, меминизированные, и нам туда не нужно, мы не в этот коммунизм зовем людей, да, мы сегодняшние коммунисты, а вот нас все время в этом, понимаете, упрекают, да, вы хотите там отнять и разделить, да, это абсурд совершенно, конечно, но приходится и на абсурдные иногда такие вот вещи отвечать. Итак, вот мораль первобытно-общинного строя на протяжении десятков тысячелетий базировалась на чем? Объективная реальность какая тут была? Вот это строй совершенно коммунистической, с общенародной, можно даже сказать, хотя это общеплеменной собственности на средства производства, соответствующей властью советов, но не народных депутатов, а советов старейшин, советов племен, с абсолютной выборностью и сменяемостью любого вождя, любого члена совета старейшины, если он взорвался, предположим, да, и все на виду, и вот именно это обстоятельство плюс, вернее, основа, конечно, отсутствия частной собственности и обстоятельства, что вот малые все-таки такие социумы, все на виду тут не украдешь. Да и вот тот же Энгис пишет в антидюринге, говорит, вот проблема, вот эти, мораль права, вечная истина, как раз раздел в антидюринге. Он пишет, смеется над дюрингом, говорит, что вот ему, дюринг говорит, что надо исходить из этих вечных ценностей, которые заключены в знаменитых десяти заповедей. Ну, это вот, понимаете, когда было, да, еще середина 19-го столетия, нас до сих пор ориентируют на эти десять заповедей, как на нежиблимую основу всей нашей, вроде как должна быть, нашей жизнедеятельности и, конечно, морали. И, конечно, вот еще один термин я не назвал, назвал, но не определил, нравственности. Нравственность, вот чем морали, нравственность друг от друга отличается. Если мораль – это форма общественного сознания, она отражает интересы, взгляды в отношении, вот как раз, деления добро и зло, социума, не обязательно всеобщество в целом, а вот каких-то социальных групп, классов и так далее, да, то нравственность – это более интимная форма регуляции отношений между людьми и относится она, эта нравственность не к обществу, а к отдельно взятому человеку. Вот это нравственное чувство, нравственное сознание, как оно преломляется на уровне индивидуального бытия. Это тоже нельзя скидывать со счета и нельзя вот так шарахаться в сторону абсобитизации общего. Нельзя и в обратную сторону, в сторону абсобитизации единичного, да, и начинать с этого, вот, как морали отдельно взятого человека. Вот, так сказать, и Дюринг этим грешил, да, и так далее. Отдельно взятый человек. Ну, а потом и Фейербах тоже этим грешил. Ну, так вот, значит, таким образом нравственность – это уже регулятор отношений, в общем, между отдельно взятыми личностями в обществе. И тут как это преломляется? Вот есть некая социальная установка моральная. Человек знает об этом. Но вот как он ее использует, не использует, как она преломляется, как он ее понимает в отношениях с ближайшими людьми, с родственниками, неродственниками, друзьями, врагами, как он ее применяет. Вот это уже регулятор нравственный идет. Вот. Это, так сказать, единичное, в котором преломляется общее. Иногда так причудливо. И отношения между моралью и нравственностью, непростые отношения нравственными установками и моральными установками, иногда приводят к противоречию между обществом и отдельно взятой личностью. И эти противоречия, как вы понимаете, далеко не редкость. Я сказал, иногда, всегда приводят. Можно сказать, всегда. И каждого из нас каждый день приводит к этому противоречию. Никуда не деться. Вот. Значит, вот я определил немножко, потом я эти термины буду использовать. Этика, мораль, нравственность. Ну, вот в таком первом приближении рабочее определение не отдал, чем понимать. И вот хотел бы я начать уже, так сказать, более основательно говорить о морали и нравственности, еще появившемся до, задолго того, как появилась наука, да, этика, морали. И вот первый, наверное, человек, который оставил нам какие-то письменные свидетельства о том, о размышлении над резким изменением неких моральных принципов в резко изменившемся обществе, как изменившемся сейчас, вот так сказать, мы подумаем над этим, это Гесиот, поэт, философ, древнегреческий, который жил еще в восьмом веке до нашей эры. То есть, это еще до великих, вот до всех великих, которые мы знаем, там, античной философии, да, до Милецкой еще школы, восьмой век до нашей эры. Вот что он писал, это до нас дошли труды его удивительным образом почти без изъятия. Большинство пропало, вот его переписывали, переписывали, хранили тысячелетиями, понимаете, вот ему повезло. И вот его главная работа, это называется поэма «Труды и дни», и здесь он пишет следующее очень интересное высказывание, которое по-разному интерпретируется до сих пор. «Если бы я мог не жить с поколением пятого века, но по их тогдашнему летоисчислению, раньше его умереть я хотел бы или позже родиться. Землю теперь населяют железные люди. Не будет им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя и от несчастья. Дети с отцами, с детьми их отцы сговориться не смогут, чуждыми станут товарищ товарищу, гостью хозяин. Больше не будет межбратьев, любви, как бывало. Старых родителей скоро совсем почитать перестанут. Правду заменит кулак. Города попадут разграблению и не возбудит ни в ком уважения. Ни клятво-хранитель, ни справедливый, ни добрый. Скорее наглецу и злодею станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право. Стыд пропадет». Вот моральные дано. Это что же это за время такое? Наступило тяжелое. «Железные люди», «Железный век». О чем с ностальгией вспоминает Гесио? Вот он первый из известных нам, конечно, потому что первый письменный источник, дал периодизацию, так сказать, вот каких-то исторических эпох в жизни общества. Ну, он там это все так метафорически называл «золотой век». Вот мы знаем, золото, якобы, так сказать, не используется никак драгоценность. И даже не эквивалент, конечно, стоимости. А это метафора «золотой век», что вот это все было прекрасно, замечательно. И так же было нетленно, как золото. А вот потом «бронзы», потом «железный». Вот «железный век» – это уже вообще полный разгром. А что такое «железный век»? Вот «восьмой век» до нашей эры в Древней Греции. Что это такое? Это разложение родового строя. Самый пик разложения на «восьмой век» пришелся. Вот эти все великие, которых мы называем античные, начиная с Милетской школы, фалес знаменитый, основой всего является вода. Это уже разложение произошло. Уже есть города, вот Милет, да. Города – это признак становления первого общества, основанного на чем? На частной собственности. Вот торговля уже происходит. Потому, что появился этот прибавочный продукт за счет этого товарообмен, бартер, за счет этого накопления каких-то богатств. И деньги появляются вместе с этим, конечно, да. И вот в это-то время, конечно, крушение вот этого родового строя, первобытного коммунизма меняется. Все по Марксу. Меняются производственные отношения резко. Отношения собственности. Была общественная собственность, теперь частная собственность. И отсюда меняется вся иностройка опять по Марксу. В том числе и мораль. Вот что Гесиот так с негодованием и описывает, что вообще и стыд пропадет, и города попадут, разграбления. Это как-то очень звучит актуально до сих пор, хотя это восьмой век до нашей эры. А так вот как-то так и стыд пропадет. Я тут буквально, когда вчера, да, шел на работу рано утром передо мной, группа девочек, подростков, такие лет, наверное, 13-14, школьницы. Куда они там идут рано утром? В школу, наверное, куда им еще идти? Матеряться страшно. Я вот не выдержал, я понимал, что это, с моей стороны, глупость. Но моя педагогическая-то натура. Я же полвека уже преподаю, комсомойский работник. Я им там сделал замечание. Ну, и они меня послали так хорошо. Последний раз меня только в армии, в казармии так посылали, как эти девочки. Ну, я уже счел заразумно не продолжать эту дискуссию, так сказать, на тему морали, да, общественную и так далее. Ну, что делать? Ну, вот откуда это все? Что это? По-стариковски я вот, да, 74 года. И я, да, ах, молодежь пошла. Разве мы были такие? Ну, не были мы такими. Точно. Это абсолютно точно. Ну, может, они и не хуже нас. Ну, просто выражается, у них словесный запас такой. Вот они так. Они же не ругаются, они разговаривают так. Вот в чем дело, да? Чем это определяется? Опять же, надо искать истоки в бытии. И вот если говорить о частной собственности. Вот посмотрите. Меняется форма частной собственности. Меняется и какие-то конкретные представления о нравственном, безнравственном, добре и зле. Вот это показывает классовый характер морали. Как форма общественного сознания, настроечная. И еще я тут античного одного выдающегося человека, ну, может быть, не первый раз в этой аудитории должен упомянуть о разговоре Сократа, вспомнить этого выдающегося мыслителя, древней Греции. Который как раз, я уже говорил, что главная это его тема философская, это как раз тема морали, добра и зла, нравственного поступка, безнравственного поступка. На чем это покоится? И вот, я не боюсь повториться, такой нам дает диалог Платон в одном из своих произведений. Его любимый учитель Сократ встречается с Афинянином и ведут беседу по поводу добра и зла. И Сократ спрашивает этого Афинянина, скажи, вот я тут никак не могу решить такую проблему. Вот есть такие поступки, которые каждый, независимо от того, это грек или перс, главный враг, признает добрым поступком. Мы, наоборот, такие поступки, которые каждый, независимо от национальной принадлежности, о классах, конечно, еще речь не идет, пола даже признает, злым поступком. Ну, вот этот Афинянин говорит, ну, Сократ, ну, ты такой мудрый человек, ты мне детский вопрос задаешь, ну, конечно, есть такие поступки. Ну, ты мне объясни хоть на примерах. Он говорит, ну, за примерами долго ходить. Вот главная ценность вековечная для человека – это что? Это главное – жизнь и здоровье. Поэтому мы желаем всегда, первое, да, на все праздники, здоровье мы желаем, главное. Значит, вот, если поступок направлен на сохранение здоровья человека, его жизни, так это самый добрый поступок. А наоборот, убийство тебе, Сократ, каждый скажет, убийство – самое главное зло. Ну, Сократ, ну, это его прием такой, он соглашается придворно, ну, спасибо тебе, ты меня научил, я понял теперь, а как-то вот не мог что-то догадаться. И он, а прием такой, он уходит в сторону и начинает говорить вроде совсем о другом. Он говорит, ты меня извини, я забыл принести тебе глубокие соболезнования, я уже знаю, что вот последний набег персов на Афины для тебя кончился трагически, у тебя жену убили. Да, он говорит, его собеседник говорит, да, спасибо, Сократ, ну, жену уж не вернешь. Да, ну, Сократ говорит, а как же это случилось-то, ты что, дома не был, это ночью, говорят, происходит. Да, ночью, ну, я знаю, что было у соседа, мы там философствовали слегка, ну, вот. Ну, значит, и вбегает мой раб окровавленный и кричит, хозяин, персы в городе, а ты же знаешь, мой дом-то рядом с воротами городскими, они стражу вырезали и вот ко мне сразу в гости. Ну, я вместе со своим этим собеседником, они же тогда все себя философами называли, философия, любовь к мудрости, это не профессиональное занятие, специфическое. Я врываюсь из мечи, врываюсь в мой дом и вижу страшную картину. Моя жена зарубленная лежит в луже крови, а перс заносит меч над головой моего сына. Сократ говорит, да, ужасно, ну, и что ты сделал с этим персом? Говорит, я разлюбил его в мелкие клочки. И Сократ говорит, слушай, а вот как ты думаешь, ты вот это добрый поступок сделал или злой, там, совершил, что убил этого перса? Ну, а этот афинянин говорит, Сократ, ты что, издевающий, что ли? Конечно, добрый. Я жалею, что раньше не мог сделать. Может, жену бы мог спасти. Вот то же самое сделать. Тогда Сократ возвращает к началу разговора. Ты же мне говорил, что убить человека – это всегда зло. А теперь ты говоришь, вот убил этого перса, он же человек. Человек. Ни обезьяна, ни собака, человек. И ты его убил. И ты говоришь, что это добрый поступок. Ну, тут в замешательство входит этот собеседник. Говорит, ну, Сократ, ты смотря, кого убить и когда убить. Значит, вот, что нам Сократ поведал в этом диалоге, который до нас дошел через тысячелетие. Что не бывает абстрактной морали, норм каких-то, да? И даже права, сбегая вперед, не бывает. Вот, так сказать, убийство многих сотен людей на поле боя – это героический поступок, если это твои враги. А если это серийный убийца, то это уже жуткое преступление. И таким образом все эти десять заповедей – это же не только убийство, а вот все, переберем. И оказывается, что они конкретно относительны. Даже заповедь не прелюбодействует. То же самое, это смотря с кем, когда. Вот, все то же самое. И поэтому не бывает вот таких вот абстрактных ориентиров, таких ценностей, которые бы могли быть основанием вот вечных моральных норм или догм, уже раз они вечные, да? Догм. Не бывает. Но вот это как-то до сих пор у нас очень многие не поняли. И идут субъективно-иделистическим путем, когда, значит, считают, нам главное вот какие-то законы хорошие разработать или моральный какой-то устав новый изобрести. И потом вот проповедовать, исповедовать, и тогда все будет у нас замечательно и хорошо. Чтобы до сознания шло. Идут от сознания к бытию, да? Ничего не меняя в бытии. А в бытии между чем процветает частная собственность, где вот срабатывает то, о чем писал так просто. Вот я говорил, с одной стороны, это очень просто даже. Нормы морали, да? Откуда они берутся? В результате химического процесса в голове появляется идея о каком-то нравственном или безнравственном поступке, о какой-то моральной норме или даже каком-то законе. Этическом, который в данном случае выполняется или, наоборот, не выполняется. Это все отражение бытия. Все это настроечное явление. И этика, и мораль, и нравственность. Это все настроечное явление. Значит, вот изменилось в бытии, в производственных отношениях. Вот форма частной собственности поменялась. Вот, пожалуйста. Ну, вот, вы знаете, что мораль средневековой Европы резко уже отличается от морали античного мира. Резко отличается. Не только, конечно, в морали там отличие. И не столько. А в чем дело-то? А потому, что форма собственности изменилась. За кем приоритет здесь? Кто основной владелец-то? С кем боролись-то вот в начале, в первых капиталистических странах? Все с собственностью церковной, монастырской. Вот кому основные земли принадлежали. И крестьяне даже крепостные и так далее. Значит, в Средневековье это было фактом. Мораль другая. Какой ориентир? Ориентир уже, если в античном мире ориентир идет на человека, на его поступок, то тут ориентир на Бога, на абстрактные какие-то заповеди. Там Сократ ведь не вспоминает о десяти заповедях, потому что их еще и нет. Они вообще есть. Их потом очень уточняли. В эти времена еще они не стали кредо, так сказать, морали никакого общества, никакого государства. А потом, когда стали, почему? Вот меняется форма собственной, меняется форма морали. Происходит крах средневекового уклада жизни, производства, меняется форма собственности. Приходит на смену капиталистическая собственность. Не сразу, не за деньги. Знаете, тут столетия. Нелись в одних государствах раньше, в других позже. Как вы знаете, в России как запоздали-то, да? Но, тем не менее, вот эта смена всегда приводила к смену всех настроечных отношений, всех форм общественного сознания, включая, конечно, и мораль. И вот этот переходный период от феодализма к капитализму в Европе, ренессанс, уже одно слово чего значит, возрождение чего, науки, наука под пятой. А уже капитализм это не может переносить, когда к науке под пятой находится. Настоящий здоровый капитализм, не бандитский капитализм, говоря словами нашего президента, он так охарактеризовал наш криминальный капитализм у нас появился. Вот сейчас, как вот интересно. Это он высказал вначале, как бы он охарактеризовал наш, уже не криминальный, уже криминал, все там ерунда, если кто-то. Ну, не буду об этом, о современности. А вот вернусь в эпоху Возрождения. Так вот, моральные нормы, церковь потечнили, церковные нормы, ориентация на какие-то абстрактные идеалы. Что становится, так сказать, нормой нравственности общественной, благодаря изменившемуся бытию. Почему? Потому, что церковь-то отодвигает, прежде всего, в собственности. Возникают соответствующие мануфактуры, где пооперационное изготовление какого-то товара, от ботинок и до какой-нибудь прялки, это операционное мануфактурное разделение труда увеличилось производительность труда. Вот основа уже капиталистического производства, безусловно. И меняется им мораль. Уже тут можно процитировать одного из идеологов эпохи Возрождения, который больше всего как раз о морали писал. Малоизвестный философ Лоренцо Валло. Так вот, он прямо пишет, что наиболее естественным чувством человека, с точки зрения моей, является чувство самосохранения. Самосохранение. Не жертвенности перед Богом. Да? А вот самосохранение. Ну, и что? А что более продолжает Вала? Сохраняет жизнь, чем удовольствие. Удовольствие. Поэтому надо сделать свою жизнь таким, чтобы ты радовался каждый день. Получал удовольствие. Ты бы получал. Ты получаешь удовольствие, и общество тоже будет получать удовольствие от того, что ты получаешь удовольствие. Вот такая индивидуализация пошла. Опять к личности вернулись. Эти отрицания, отрицания. Но потом постепенно становление капитализма. Это, так сказать, не очень, очень даже опасная, можно сказать, моральную норму, ориентирующая на себя. С одной стороны, на себя, на свою прибыль. Но в контексте закона, нового закона, новых заповедей капиталистического мира. И тут нельзя быть свободным от этого общества, в котором ты живешь, в котором ты занимаешься предпринимательством. Поэтому уже моральные установки нового и тем более новейшего времени отличаются от моральных установок эпохи возрождения, становления капитализма. Правда, бывают иногда какие-то всполохи интересные, которые до сих пор еще какое-то влияние на общественное сознание, на какую-то мысль и философскую, и этическую, и эстетическую оказывают воздействие. Ну, такой титан, как родоначальник немецкой классической философии Эммануил Кант, он целую книгу посвятил именно моральным, нравственным нормам. Я подчеркиваю именно, вот как хорошо-то, оказывается, я говорю, как умиротворяющее действие на некоторых. Вот, значит, и вот это его нравственная-то норма, нравственная, потому что к отдельно взятому человеку опять обращена. Это знаменитый категорический императив Канта. Вот императив, он и касается, это вот некие нравственные нормы. Что такое добро, что такое зло, ты не понимаешь. Но вот ты поймешь только тогда, когда, и вот тут интересно, ты должен понять что-то, что может быть мерилом или законом всеобщей добродетели. Цитирую самого Канта, конечно, в переводе на русский. Поступай только согласно такой максимуме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. То есть, проверяй. Вот ты что-то хочешь делать. Ну, хочешь украсить у соседа, ну, лошадь увезти. Подумай. Вот ты не знаешь, тебе это будет хорошо. Соседу, наверное, не очень. Но вот можно или нет? Нельзя, но очень хочется. Значит, можно? Нет, не подходит. Такой критерий не подходит. А вот что такое поступать, чтобы максимума твоего поступка могла стать общим правилом. А ты представь себе, все будут у соседей что-то воровать, каждый у соседей. Что это будет? Нельзя, чтобы это было общим законом. Значит, это неправильно. Значит, это не может быть норма твоего поведения. Нигде, ни в чем. Ну, понятно, что здесь опять вот субъективно-идеалистическая закваска. У Канта там он шарахался от объективного идеализма к субъективному идеализму, иногда тоже материализму баловался. Но вот эта его непосредственность вот и в этом категорическом императиве нравственности тоже сказалась. И надо сказать, что в такие вот переходные эпохи меняются, конечно, все формы общественного сознания, но не значит, что они меняются всегда очень прогрессивно. Бывает так, что вот в эти моменты, какие-то такие моменты напряженности в обществе, революционная ситуация, какая-то мировая война и так далее. Меняются вот эти все нормы, в том числе и морали, и других форм общественного сознания иногда, так сказать, вот достаточно реакционно. То есть, какая-то возврат к каким-то старым, негодным, в общем, для общественного бытия нормам. Но они вот почему-то каким-то образом возникают. Вот это можно сказать об этических учениях, да и о самой характере, самой нравственности. Вот в эпоху такую, достаточно переломную для Европы, переход XX век. Вы знаете, ознаменовала это, в общем, Первая мировая война. И вот тут брожение умов, шатание. Первая мировая война, как вы знаете, стала, в общем, достаточно мощным катализатором и нашей революции. И февральской, и октябрьской, конечно, революции тоже. Это не значит, что это причина, вот некоторые неправильность совершенно. Но катализатор, безусловно, был такой мощный. Вот, так вот, тут, опять же, что в философии в то время, вот какие брожения? Речь идет о философии такой, даже официальной, которая существовала. Вот в ношении морали, да. Потому что этика до сих пор философская наука, как и эстетика. Ну, вот в философии, что в этической. Вот, как и во всякой другой философии, да, в том числе и в философии даже естествознания, в начале 20 века появляются такие взгляды, которые иначе, как проявлением иррационализма не назовешь. То есть, вот эпоха рационализма, рационального подхода, даже не рационализма, как философского, но рационального такого подхода в науке, в философии, который был связан вот с деятельностью, прежде всего, классиков немецкой классической философии. Вот Кант, Гегель, да, и все это подготовила и марксизм, да, и философия марксизма, конечно, тоже рациональна. А вот тут иррационализм, вот, понимаете, начинаются вот такие иррационализмы не с шианского типа, понимаете, и это субъективно-идистический иррационализм, в том числе и в искусстве, в искусстве, в том числе, конечно, и в сфере морали, вот такая. Вот, и это было связано с индивидуализмом. Нравственно то, что ты, я считаю нравственным, а ты не считаешь, ну, и ты можешь так считать, ты тоже прав, да, каждый по-своему, да. Вот такая атомизация общества. Заметьте, что мы наблюдаем сейчас такую же картину, такую же картину, вот, разброты и шатания в нравственных устоях. Но в то же время, вот, есть магистральное направление деградации общества экономического и нравственного. Попадаю под только что принятую статью. Сейчас буду критиковать существующую, значит, ситуацию. Значит, ну, видите, значит, с одной стороны, вроде как, религиозную мораль нам вернули, как главную, основополагающую, христианскую. Причем опять вспоминаем 10 заповедей постоянно, клянемся, да. Но вот абстрактных-то этих положений, как еще Сократ показал, нет. Вот, но, однако, вот, за что еще держаться. И вот этот иррационализм вообще религии и христианской морали в частности тоже сказывается. Почему иррационализм? Хотя, казалось бы, ориентирующий вот так на догмы и дедуктивно выводи, это будет вполне рационально. Есть какое-то положение, но тоже не уби. Вот и дедуктивно выводи. А нет, вот тут разные моменты включаются интересным образом. И правовые, и нравственные. А именно, ну, вот конкретный пример. Лихие 90-е на улицах стали постреливать. Я даже скрывался за бетонным столбом в опрашке от автоматных очередей. Там вот попал я, под обстрел попал, но вот не задело меня. Вот, то есть, настолько это частое явление, что даже вот можно быть, так сказать, ну, не участником, а невольной жертвой, может, застать было всех этих разборок. Да, эти разборки сейчас продолжаются, не в таких масштабах. Ну, вот, кто стал членом бандитских групп, бандитских по познавению, да, кто? Раньше вполне добропорядочные, добропорядочные, нравственные, моральные люди, да. Вот, вы знаете, военные спецслужбы, просто герои даже, да, герои Афгана, да, подались в бандиты. Да, почему-то? Потому, что остались без крест существования, и надо кормить эти. Ну, вот, нравственно, то, что они делали, как это, им пришлось пересмотреть. Человек не может жить, вот, развойный внутри себя. Он заболеет и помрет. Значит, человеку надо всегда как-то оправдать себя, да. Ну, может, это нехорошо, но в то же время я там убил другого бандита или несколько. Они же тоже нехорошие люди. Может быть, это даже хорошо, что я делал. Ну, то есть, найдется. Ну, а если кого-то зацепил невинного, ну, лес рубит, щепки летят. Понимаете, вот эти опять оправдания, опять вот какие-то начинаются. И вы заметьте, уже в первые годы этих лихих 90-х, да, там был такой момент, вы в этом, конечно, знаете, считали, слышали. В школах проводили анонимный опрос у старшеклассников. Кем вы хотите быть? Анонимный вопрос. Да, больше половины девочек хотели стать путанами, больше половины мальчиков бандитами. Вот ценности какие. Конечно, и нравственные ориентиры. Почему? Да частная собственность. Вот она. А частная собственность цель капиталистического производства. Вот Маркс тоже гениальное его открытие. Вот на этом все основано. В чем различие простого товарного и капиталистического производства? Ну, это вы все знаете, напоминаю. У товарного началом и концом, так сказать, целью производства является товар. Товар, деньги. Деньги только посредник. Товар. А у капиталистического всего наоборот. Деньги, товар, деньги. Товар посредник. Главная цель. Нажива. Деньги. Любой протек. Вот и пожалуйста. Отсюда меняется, конечно, сразу изменилась форма собственности. Изменились и нравственные принципы. Стало то нравственным, что безнравственным не было. Порнография до сих пор наполняет. Вот, пожалуйста, сколько угодно. В интернете только успевает, так сказать, отказываться от каких-то интересных предложений. Не для моего уже возраста. А для другого возраста они и тонут в этом. И ничего можно не преследовать. Хотя вроде так это официально не пощается. А вот так и морально это тоже не очень порицается. Не очень, так скажем, порицается. Почему? Да потому, что это не опасный режим. Не опасный. Наоборот. Может быть, это даже очень благостно для режима. Или вот такие вещи, которые мы наблюдаем. Что это? И противоправные, и противоморальные. Когда всеобщий фальсификат. Когда у нас прямо с экрана телевизора говорят, что, знаете, вот есть колбасу, сосиски. Молочную продукцию небезопасно для жизни. Сплошной фальсификат все об этом знают. Но не каких-то реальных мер. Потому, что это выгодно. Выгодно, выгодно, выгодно. Главное. Вот он критерий нравственности предпринимателя. Если выгодно, значит, все перечисли. И закон, и мораль. Все зачерпывается. Или заменяется другими. Точно так же фальсификация лекарства. Что это не преступление. А что это? Нравственный поступок, что ли? Ну, оправдывать себя. И чего не коснись. Фальсификация образования. Фальсификация здравоохранения. Когда врачи. Вот опять извратилась система и цели производства. Когда врачи вместо того, чтобы лечить. Ну, не все, конечно. Я не хочу во всех. У меня жена врач. Вполне добропорядочный человек. Но она старой закваски уже. Вместо того, чтобы лечить. Ну, так сказать, действительно. Они держат человека между небом и землей. Очень выгодно. Особенно, если он богатенький. Вот попадется такой. Они его доведут. Но не сразу. Пока не выкачат из него деньги. Вот понимаете? Все. И вот я уже недавно столкнулся. Сделать этот самый суточный монитор. Можно, говорит, сделать бесплатно. Но три месяца надо будет ждать. А вы заплатите две тысячи и вам сделают. А мне надо было срочно. Заплатил, сделали. А потом еще раз. И еще раз сделал. Еще две тысячи. Через три месяца. Вот так же. А три месяца ждать. И каждый раз я смотрю. В этом же кабинете. В котором делают бесплатно. И говорят, очереди классные. Никакой очереди нет. Приборы лежат. Я потом пришел к врачу. Я говорю, слушайте. А что это у вас тут за игра такая идет? Очередь какая-то. Я говорю, а там приборов не хватает. Я говорю, да лежат приборы. Я насчитал пять штук. Ну, вы знаете, это приборы как раз относятся к этому сектору, к частному. А у нас только один такой прибор. Поэтому очередь. А я говорю, а вы не можете закупить? А у нас денег нет. А у этих почему есть деньги? Потому, что они деньги берут с вас и потом закупают. И расширяют свое производство. Вот так. Видите, как? Замечательно. Что это нравственно? Очень. По отношению к больным, неимущим людям, которые грошовые получают пенсию и которые никак не могут себе вот две тысячи и это и оторвать. Он с голоду помрет. Тем более, два раза подряд, как получилось. А ведь есть процедуры куда как более дорогие. Вот, понимаете, меняется. И те же самые врачи делают. Вот, понимаете, эти операции делают те же самые врачи. Но только вот за деньги тебе быстро сделают. А без денег тебе вообще заморят тебя. Вот, понимаете, вся, вся сфера жизни, вся на чем зависит? На частной собственности. Вот. И на выгоде. Это банальная вроде истина. А как-то вот, да, власть имущих, ну, что, непонятно. Что-то недопонимает? Я думаю, понимает. Я думаю, понимает. Выгодно сделать вид, что нет, не понимает. Ну, кое-кто у нас порой, честно, жить не может. Но это временные издержки. Где-то там мы сейчас подтянем, да. Мы там откроем новые больницы вот сейчас, да. Прибавим там, вы знаете, да. И так далее. Все мы, конечно, главная наша задача – это увеличить, конечно, благосостояние россиян. Вот главная цель, да. Вот благосостояние увеличить. Вот это вот, так сказать, пропагандируя норма, вроде даже моральная, а не правовая, подкрепленная правовыми какими-то нормами. На самом деле мы знаем, что здесь все как раз наоборот. Вот. Ну, и еще… У меня еще время. Нет уже, 50 минут. Все уже, да? Да. Я хотел еще, ну, только обозначил, что, конечно, нравственным или безнравственным может быть человек только свободный. Относительно, конечно, абсолютной свободы, ничего, абсолютно, относительно. То есть, раба, если он поступает как раб, его упрекнуть в каком-то безнравственности, вот если он выполняет чужую господскую волю, дело, так сказать, бесперспективное. Нет, только этот раб отмахнется от вас, да? Ну, если он полный раб, да? Вот вы знаете, тут у нас совсем не рабы вот на Неволимберском процессе. Как говорили выдающиеся начальники у фюрера, да? Я солдат, я выполнял волю, да? Я приказ выполнял. Как я могу не выполнить? Ну, и все. Я не свободен. Я обязан был выполнять. А как же? Иначе всю армию разводилась. И вроде справедливые слова он говорит. Но при этом, выполняя как бы волю чужую, он чудовищное преступление совершал. И преступление, и, конечно, перешагивал всякую человеческую мораль, да? Вот. Так что, конечно, вот свобода, если у тебя совсем нет свободы, ты, значит, свободен от обязательств. Перед кем бы ты ни был, да? Ты просто... Не случайно вот закончу тем, что вспомню опять Аристотеля. Аристотель рабов называл говорящие орудия. Это не презрение к рабу. Нет, это выявление сущности. Вот он, этот раб, отличается от какой-нибудь простой лопаты только тем, что он говорит. Лопата не может говорить. Но так же, как лопата, раб выполняет не свою волю. Лопаты нет воли, а у раба ее отобрали. Он, значит, выполняет исключительно чужую волю. То есть, вот в этом сущность, да? Так что, когда нет свободы ни о праве, ни о морали, ни о чем другом, говорить нельзя просто. И теперь возникает вопрос, а что такое свободу? Но это тема отдельного разговора. И каковы объективные и субъективные основания свободы, чтобы быть моральным, да? И вот тут опять проблема общего, единичного, общественного и личного тоже очень тесно с этим завязана. Ну, на этом я, значит, прикручу. Да. Матвиенко. Так. Прочитай. А? Прочитай. Не, не, я прочитаю, прочитаю. Все-таки как-то так. Ускало предположение ввести критерий индекс счастья. Да, замечательно. Из чего, как измерять? Ну, не я же предложил Матвиенко. Предложила. Вот. Индекс счастья. Понимаете? С ней, к ней и вопрос, да? Как его измерять? Да, для чего? Ну, понятно, что это вот попытка, индекс счастья, вы понимаете, да? Это вот психологи балуются этим моментом, да? Но, вы знаете, вот психологию, честно скажу, недолюбливаю я. Хотя она недавно от философии, исторически недавно отошла. Все еще, так сказать, под эгидой вроде как философии находится. Почему недолюбливаю? Знаете, психологи, они ищут способа сделать так, чтобы, если ты не можешь делать то, что тебе нравится, то пусть тебе нравится то, что ты делаешь. Понимаете? Психологическое умиротворение, да? И когда, тогда вы же понимаете, вот в позиции сегодняшнего нашего разговора о морали, да? Значит, тогда я могу себя все время оправдать психологически, да? И все, и все у меня будет морально, и никакого внутреннего разрыва, никаких терзаний, угрызений совести, да? Откуда они? Ну, и мне нравится, что я делаю по каким-то моментам. Вот, ну, конечно, это не главная формула психологии. Я не хотел бы, чтобы втаптилась в грязь. Психологи иногда некоторые тонкие моменты выявляют, но вот индекс счастья, это, да, определение индекса счастья, это такая психологическая такая штучка, которая, ну, в общем, забывает как бы, что, в общем-то, счастье-то зависит от бытийных моментов. А не всецело от осознания этого, от моей жизнедеятельности, а не от того, как я оцениваю эту жизнедеятельность, субъективная оценка, понимаете? Вот счастье и смысл жизни – это отдельный разговор, так сказать, вот об этом, да? Так что вот это все завязано. И индекс счастья, понимаете, опять индивидуализирует индекс счастья, да, для каждого отдельного, а потом мы суммируем и получим, да, сколько у нас в обществе, да, счастливых людей, да, по этому индексу счастья, да, как критерию, так вот как, понимаете? Очень субъективно это. Так. Вот прочитайте. Ага. Вы прочитайте, а то у меня и очков. Первый вопрос. Частная собственность на вещи, в скобках, не средства производства. Например. Это личная собственность. Да, это личная. Куртка или ботинки, она же была и в первобытном строе, в знак вопроса. И как воспринималась, если была? Ну да, ну вот уже ответили. Это не частная собственность, это личная собственность. Частная собственность, вот личная собственность может стать частным, если я те же ботинки буду за деньги давать на прокат поносить кому-то. То есть, я превращаю эти мои ботинки личные в некое средство, собственно, ну, не обогащение, но, во всяком случае, я буду кормиться с этого. Получение дохода. Вот тогда, да, или машина, если я вот владею машиной, да, когда я владел машиной, ну, сам себя. А если я начну бомбить там на дороге постоянно, да, то-то становится уже машина частной собственности. Ну, также и квартира, скажем, да. Вот, это все формы в первобытном общинном строе, конечно, это личная собственность была, безусловно, была. Там же не носили, наберут, наверное, повязки по очереди. Ясное дело. Второй вопрос. – Через примеры из 90-х получается, что мораль давлеет над нравственностью. То есть, есть различия в поступках с моралью. Ты меняешь нравственную сторону. Правильно, Почитаю? – Да. Ну, да, конечно. Действительно, давлеет, правда, не совсем это термин такой удачный, но ладно. Это же не давит. Это отдельный разговор, а термины не буду. Я вас понял. Конечно, мораль вообще доминирует, лучше сказать, над нравственностью общественная, как говорил Владимир Ильич Ульянов-Ленин, нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества, в том числе и от моральных устоев. Они так или иначе, вот ты их принимаешь, не принимаешь, ну, вот вынужден действовать по этим правилам. Да, потому что иначе ты будешь закреплен позором. Это не право, тебя не посадят в тюрьму, но ты станешь изгоем в данном обществе, каким бы оно ни было. Поэтому, конечно, если ты так вот нравственность твоя, индивидуальное твое нравственное чувство как-то в противовес ходит вот с этим социумом, с социальной моралью, то, конечно, тут выбирать, если приходится волей-неволей, то выбор в сторону общественного идет. Общественной морали, вот, то есть, какой-то группы. Если ты принадлежишь данному классу, да, и вдруг ты начинаешь петь песни, так сказать, другого класса, то тут тебя будут порицать. Даже песни в буквальном смысле будешь петь. Спасибо. Вопросы закончились. Три, четыре выступающих у нас. Никифоров, Владимир Александрович. Я отказываюсь от наступления. Спасибо. Шмелев, Егор Иванович. Спасибо. Спасибо. Уважаемые товарищи, когда я шел на эту лекцию, я даже не думал, что то выступление, которое я продумывал, будет так хорошо вписываться в общую тему. Я хочу построить свое выступление таким образом, что к концу оно придет к определенному вопросу. Я бы хотел, чтобы в заключительном слове товарищ Огородников на него ответил. Попробую. Я сейчас могу. Идет. Надо записывать. Хотел бы я начать с обращения к диалектике. Что у нас является моментами движения от начала к результату? Моментами развития. Различный качественный прогресс. Если мы берем общество, то этими моментами являются эволюция и революция. Эволюция – это количество развития. Революция – это качественный скачок, который в корне меняет общественные установки. Как известно, в процессе революции один класс смещает другой, и, соответственно, мораль и нравственность одного класса вытесняют мораль и нравственность другого класса. Это насилие. Это своего рода навязывание одних догм после уничтожения других. Да, я не оговорился, каждая мораль и каждая нравственность, она базируется на догмах. Как, в принципе, и вообще все, даже математика. Даже математика в конечном счете сводится к догму. Давайте возьмем какую-нибудь фигуру. Давайте берем фигуру и накладываем на нее сетку с бесконечно малыми делениями. Разбиваем площадь этой фигуры на бесконечно малые кусочки. И давайте докажем, что сумма этих бесконечно малых кусочков, площадей, кусочков, равна площади этой фигуры. Да никто этого не докажет. Ну, докажите, что сумма бесконечно малых кусочков, на которые разбита фигура, сумма их площадей, равна площади этой фигуры. Через теорию предела. Только бесконечно малые не получатся. В реальной. То есть, агрессовательная метровка, это да. Это, нет, это вот, ну нет, это предел бесконечности, да, деления, но который недостижим, в реалии. Конечно, в счете, это не доказуемо. Выступайте. Вот. То есть, если мы этого не докажем, получается, площадь исчезла, и сейчас исчезнут самолеты, как бы сказал, у меня есть трактора, поезда, все исчезнет, все, что базируется на математике. Матилист скажет, истинно критерии практики, поэтому плевать, что мы не можем это доказать. Главное, что вот самолеты ездят, поэтому мы готовы принять это как дом. Самолеты ездят, самолеты летают, поезда едят, все, и копаться в этих мелочах, мнений бесконечно мало, главное понять без диалектики. И ладно. Да, в этом нет никакого смысла. Так вот, одни догмы вытесняются, я возвращаюсь, в процессе революции, догмы моральной нравственности одного класса вытесняют моральную нравственность другого класса. И это, как известно, идея трагедии маркетизма в том, что, с одной стороны, уже сознательные революционные элементы в процессе контрреволюции, они не могут найти себя в этом обществе, они страдают от этого. И в то же время элементы, которые остаются с регрессивным, реакционным мировоззрением, когда приходит новая власть, они не всегда бывают, уживаются в этом обществе. После революции остается огромный пласт общества, это, в основном, конечно, это финансовая олигархия с ее семьями, которые интегрированы, включены в эту систему, разделены в собственности. Это зажиточные слои мелкой буржуазии, это интеллигенция, это огромный пласт общества, который по своему социальному положению будет не согласен с новыми устоями. Да, мы можем иногда пойти на какие-то, ну, сделать шаг назад, как, например, лозунг «Землю крестьянам». Это реакционный лозунг, по сути, с точки зрения перспективы маркетизма. Потому что, ну, понятно было, что никто «Землю крестьянам» вот так вот поделить раздать деньги. Я национализирую, чтобы она была в общественной собственности. А лозунг «Землю крестьянам» был временным для того, чтобы мелкое крестьянство, оно не пошло на сторону Колчака в гражданской войне, оно все-таки поддержало большевиков. И так и было. Потому что, если пролетариат уже народился после февральской революции, если уже были, в принципе, пролетарские слои, они полностью были на стороне большевиков, то крестьянство еще сохраняло мелкобуржуазный характер. Таких пролетарских слоев в крестьянстве не было. И нужно было этих средняков перевести на свою сторону, чтобы они оказали реакцию. Но так или иначе, огромные слои создают реакцию. Они, возможно, огромная контрреволюционная сила, с которой не факт, что новорожденное государство рабочих справится. Я же говорю, это финансовая олигархия, она не смирится с тем, что вы не заберете частную собственность. Вот как бы вы ее не перевоспитывали, этих людей уже не перевоспитать, им не навязать новую мораль. Ни их детям, которые изначально впитывали это. Они будут вредительством заниматься. Они будут проникать в государственные партийные структуры, пытаться как угодно навредить. Пособничать странам капиталистическим. То есть это не два-три коррупционера, которые в Китае на стадион выводят. Это целый класс людей, целая огромная социальная группа. И вот у меня появляется вопрос. После того, как рабочий класс в России возьмет власть, что с ними делать? Спасибо. Замечательно. Герасим Иванович. Ну, во-первых, я хотел бы поспорить с Вадимом Петровичем. Хотел спасибо большое за его лекцию замечательную. Что касается того, что этика – это наука. Этика – это, конечно же, не наука. Этические, моральные, нравственные нормы – это все, по сути, разные слова для обозначения одного и того же с незначительными смысловыми градациями. Они выражают интересы людей. И поэтому наукой здесь является исторический материализм, который, вообще говоря, можно назвать наукой об интересах групп людей больших классов. Как эти интересы реализуются. А что касается вот этих моральных норм, ну, они обеспечивают при коммунистическом обществе, в том числе при первобытном коммунизме, они служат интересам развития общества. А в красовом обществе они служат интересам того или иного краса. Это вот наглядно показал очень Владимир Петрович, когда вот показал разражение первобытного коммунизма, а вместе с ним разражение того, что, в общем-то, считалось моралью. И так как, в общем-то, эти коммунистические начала, они полностью не выветрились за все вот эти тысячелетия эксплуататорских обществ, то поэтому они как-то и сейчас подспудно подразумеваются в основе моральной нравственности. Но на самом деле мораль – это, конечно, воля господствующего класса, она защищает интересы господствующего класса. И у каждого класса, надо сказать, своя мораль. И у рабочего класса есть мораль, конечно же, своя, где ценится труд, ценится квалификация, ценится отношение к делу. И не только у рабочего класса, и у интеллигенции, и у трудовой. И есть, в общем-то, буржуазная мораль, где работать – это впадро. Мужчина должен не работать, мужчина должен делать дела, много зарабатывать. И, в общем-то, она в той или иной форме, особенно в последнее время, утескивается наружу, активно в высказываниях чиновников и так далее. Ну и, как совершенно верно заметил Владимир Петрович, отхожденцы от этой морали буржуазной, они не то чтобы страдают, но, по крайней мере, вступают в противоречие с руководством. Вот, скажем, сейчас вот в организации, где я работаю, мы там пытаемся какого-то договора там снизить, уменьшить рабочее время. Так прямо вот товарищи, вроде бы позитивные такие, советские, у него прямо голова трясется. Да ты что же, хочешь работать поменьше, а поручать побольше? И прямо так вот, как будто вот у нас социалистическое предприятие, а я вот какой-то там этот самый. У него прямо голова трясется, и не страшно с ним дальше дискутировать, потому что я какой-то гипертонический криз вызову. И что будет после этого? Мне будет плохо, ему плохо. Вот, и это вот, и начальство навстречу идет. Вот тебе надо было отгулять день, тебе в счет отпуска дали отгулять, а ты так вот относишься. Ну, тут неправильно. Ну, и вот, скажем, в политехе в том же. Вот в политехе образца конца 80-х годов, когда у тебя застал, будучи студентом, молодым сотрудником, но многие вещи, которые творятся сейчас, были совершенно немыслимые. Вот, например, у нас на кафедре написал диссертацию учать. Ну, это вообще не диссертация. Я и в интернете вывесил диссертацию, и отзыв свой на него прошла, и через кафедру прошла, и через ВАГ прошла. Ну, там три доктора написали, что хорошая диссертация, написали, что плохая. Ну, три один его пользу. Ну, вот, что там писали, как писали, но это невозможно было, еще раз говорю, 30 лет тому назад, совершенно такая вещь. И видно, что вот на примере того же политеха, что нога, как говорится, принимает форму сапога, что там насаждают, то и делается. Там и фейковые лекции, и фейковые занятия бывают, и все что угодно. Это вот уже старой нормой, а какие-то отклонения от нормы, например, тут была встреча у вас в 120-летие, там один товарищ в кафедре, что ж, Ваня, кафедру, а бидер этим своим отзывом. Ну, уважаемый человек, профессор, так сказать, и грамотный, и все. Вот, то есть это вот видно, что нормы, они плывут, и если правящие красы пытаются свои нормы морали продвигать, то мы должны продвигать свои нормы морали, что плохо воровать, что не стыдно посмотреть, кто сколько получает, особенно из начальства, и не стыдно считать чужие деньги. Это не чужие деньги, это наши деньги, которые из нашего кармана в их карман взяты. Тем более, вот, это не стыдно ничуть, а стыдно эксплуатировать, стыдно быть паразитом, стыдно жить за чужой счет. А волю свою надо выпрощать в кордоговорах, и я вот хотел бы это заострить, потому что вот В.П. тоже говорит, что вот тут закона, не надо здесь. Только так и надо, что вот идею свою выпрощать в кордоговоре, делать ее материальной силой, привлекая к ней массы. Из головы, не наша фантазия, а на научной основе, ставить эти вопросы и добиваться их разрешения, и продвигать активно тем самым наши моральные нормы. Спасибо. Спасибо еще раз, спасибо, Валерий Петрович, за лекцию. И про качу только, пожалуйста. Так, тоже, думаю, надо поблагодарить Владимира Петровича. Во-первых, интересно, во-вторых, полезно. И вот в качестве пользы я всегда стараюсь, значит, как бы привязать это дело к нашей реальной жизни. Мы с вами вот сталкиваемся с теми случаями и ситуациями, когда нужно использовать то, что слышим у Владимира Петровича, то, что мы получаем здесь знания. Я думаю, очень часто. И вот из не так давних примеров нашей жизни, помните, был цикл по телевидению «Имя России». Это действительно вызывал очень большой интерес, и сидели у телеков, и даже кое-кто, не знаю, даже товарищи, значит, пытались повлиять на рейтинг, давай вместе нажимать кнопки. Ну, это я к чему, что наш друг, значит, товарищи, не товарищи, Зюганов, защищал имя Ленина. Те, кто помнит. И вот передача идёт, и гражданин Бундяев, который себя Петро Патриархом там определяет, выступая по телевизору и, так сказать, осуществляя атаку на Ленина, начиная с того, как вообще можно ставить вопрос, что это какой-то имя авторитет, в то время, когда сами коммунисты отрицали нравственность. И наш этот самый друг Геннадий Андреевич, вместо того, чтобы осадить этого сукина сына на хала, вспомнить хотя бы речь Ленина на съезде комсомола, где он именно о нравственности начал разговор, который выявил, что нравственность, ребят, понятие классовое, мы, ну и так далее, да. Именно он пытался защиту Ленина построить на том же, а вот как о нём отзывался один великий деятель, как другой, как писатель, как человечество. Ну, вот вам это самое, или нам вместе, один из тех уроков, которые, значит, на практике, да, вот на практике мы видим, хоть и злость распирала там. Или дальше. Упоминали сегодня религию, упоминали, так сказать, все эти 10 заповедей. И Геннадий Андреевич, слушай, я поразился, когда прочитал там «Нагорную проповедь» и «10 заповедей». Это почти моральный кодекс строителя коммунизма. Маленько перейдет. Ну, ну, что сказать, понимаешь, вот по всем этим… С одной стороны, глупость, а с другой стороны, это больше, чем глупость. Это гнусность, понимаешь, когда идёт подмена, передёргивание, использование. Точно так же, как по инициативе того же, тех же деятелей, и при их участии, значит, приняли заклон, когда сменили флаг России, да, взяли властовский триколор, но как достижение взамен оставили музыку, значит, Александрова гимна Советского Союза. Вот, с одной стороны, кое-кто честно говорит, ну как, ну ведь сделали же это, ведь это память, это… Я говорю, слушай, ну вот, под музыку гимна Советского Союза поднимается фашистский флаг. Что это дальше? Да, смещение общественного сознания, деформация, обработка, ну и пошло-поехало. С точки зрения этика, там, наука-не наука, я бы так сказал, что если рассматривать этику как поведение человеческое в зависимости от класса, вот, так сказать, положения, всей теории, то можно согласиться, что это дело имеет научное основание. И на себе я это дело, вот, для разрядки, некоторым боком почувствовал. Вот я в доме того созыва, да, может быть, и до сих пор являюсь чемпионом по лишению слова комиссии поэтики. Вот, за это четыре раза сроком на месяц меня лишают. Вот, вот, выступишь, так сказать, там, закон идет о расширении допуска иностранного капитала в Газпром, Роснефть, пошло-пошло. Значит, в выступлениях начинают люди объяснять, что это, уважаемые господа, потея там национальная и прочее-прочее, рынка. Значит, в ответ звучит, да, это демагогия. Так, у вас демагогия, поэтому, так сказать, вот я выступаю, и тому же Макарову отвечаю, что я, так сказать, могу согласиться с демагогией. Только ваше обоснование и прочее. Это есть та демагогия, которая в народе называется наживой. К этому все дело ведет. Что тут сейчас акции полтора раза сразу на следующий день выросли. А свободных на рынке акций уже не было. Они уже, так сказать, там это были распрятаны. Какие миллиарды наварили. Вот за это, что наживо, это оскорбление, это все, месяц посидить, слово там не давать. Не говоря уже упоминания вот о тех триколорах, да, и общее сравнение. Ну, ведь победа дело общенародное, вообще. Общенародное победа дело. Конечно, общенародное в Великой Отечественной войне. Но была часть народа, которая воевала вообще по другую сторону фронта. И по другим знаниям. Вот интересно, вот та часть народа, которая воевала там и по другим знаниям, она сегодня как бы голосовала? Ну, как бы. Мне кажется, что похоже, как правящая партия. И наоборот. Правящая партия проводит вроде бы то, что нужно той части народа. Ну, вообще это оскорбление или как? Комиссия поэтики. И, конечно, вот возвращаясь к тому вопросу, который я попросил Владимира Петровича посмотреть. Валентина Ивановна, она тоже из комсомольцев, вот как Владимира Петровича. Она предложила, давайте индекс счастья ведем, мы будем отслеживать. Ну, с одной стороны, можно бы посмеяться, и мы уже смеемся, и в газете, и на сайте. А с другой стороны, ведь речь-то идет о том, чтобы управлять людьми, управлять сознанием. Вот тебе высказываться, что власть хреновая, и что мы эту власть не уважаем, нельзя. Закон уже принят такой. Даже в интернете, если ты высказываешься, там тебя могут к ногтю прижать. Вот про власть не надо говорить. А вот высказаться, так сказать, как ты себя тут ощущаешь, и тебе еще этот критерий сформируют, да? И будут тобой управлять, чтобы ты в состоянии сытого быдла. Сколько у тебя телеканалов, а? А сколько сортов пива в магазине, а? И пошло-поехало. Вот это и есть методы управления людьми. И в этом, так сказать, и есть разница. То ли, так сказать, как Владимир Ильич говорил, пробудить в коняге человека, то ли бороться за то, чтобы эту конягу просто кормили, так сказать, более сытно. Все, спасибо. Спасибо. Заключительное слово. Ну, хорошо, уважаемые товарищи. Спасибо вам за комментарии, которые значительно расширили даже и тематику моего выступления основного. Ну, что касается вопросов, первые выступающие, не знаю, к сожалению, как вас... Егор Иванович. А? Егор? Егор Иванович. Вот, Егор Иванович, значит, ну, вы говорили прежде всего о том, что вот догмы остаются, да? Вот догматы и поставили это с постулатами научными. Я думаю, что термин «догма», вот вы знаете, изначально он был без негативной окраски. И относился он именно к религиозным постулатам, которые брались из Нового Завета для христианской, да, христианской, так сказать, философии. Вот эти положения, из которых надо дедуцировать буквально вот на каждый конкретный случай. То есть, руководство к действию – это догма соответствующая, да? Догма. Догматы церкви. Но это вот, хотя термин «догма» уже стал носить нарисательный характер, да? Ну, я не думаю, что это надо вот так расширительно трактовать и относить ко всем постулатам науки, да? Потому что постулаты науки тоже пересматриваются, да? Ну, относительность показывается. Поставить постулаты классической физики Ньютона и постулаты теории относительности. Ну, вот что это? Разные догмы или так смена догм, что ли? Нет. Ну, этот термин «догма» сейчас вот именно отрицательный такой характер имеет, и вряд ли его можно использовать вот в отношении, ну, тех же учений этических, поскольку там тоже меняются взгляды и положения, и не только само учение этическое меняется. Ну, и меняется, конечно, прежде всего бытие людей, которое вот своеобразным образом отражается, и причем уже говорилось не раз, да, мы сегодня об этом говорили, что, конечно, тут для каждого класса, для каждого социального слоя свои будут эти постулаты. А что касается нам второй части, вы говорите, а что делать нам вот, ну, победили мы, что нам делать с этими ребятами, которые затаились, сохранили, да, и так далее, вот, и продолжают вредить, да, прямо или косвенно, вот что нам делать. Да, собственно, этот вопрос-то стоял перед молодой советской властью, и, в общем, там Владимир Ильич первый заложил, так сказать, некоторые правила, что нам делать, да, ну, скажем, с той же интеллиганцией. Тут разный подход, интеллиганция, сам Владимир Ильич, откуда он, из крестьянства, что ли, из рабочего класса, тоже интеллигентный. Дворянин. Да, дворянин, вот, поэтому отношения, отношения не просто ты, это из какого сословия, да, о, все ясно, вот тебе будем так поступать, а вот как ты действуешь, да, что ты вообще собой представляешь в твоем реальном действии, вот, в бытии, да, что ты, действительно, вредишь, так это не важно, какого ты сословия, да, может, вредишь, да, или ты воруешь, или ты грабишь, не важно, из какого ты сословия, да, вот, значит, да, тебя, соответственно, привлекать со всей строгостью, так же и в отношении морали, ну, если ты относишься к этому сословию, ну, ты вредишь этому сословию объективно, то, значит, моральные, тут будет моральное, так сказать, преследование со стороны твоего сословия или класса, безусловно, вот. Вот, и станешь тут изгоем, буквально, или в переносном смысле, просто тебя могут выгнать и изгнать из этого общества. А декретационно-ркома 5 сентября 18-го года немного другое продвигло? Ну, видите, декрет итог, не надо превращать в догму, понимаете, вот, мы сейчас, как говорят, лицом к лицу лица не увидать, понимаете, 18-го, да, большое видится на расстоянии. Вот сейчас мы можем подправить нас к товарищей, даже Владимира Ильича, да, который говорил в отношении марксизма, марксизм не догма, а руководство к действию, и надо относительную конкретность понимать, вот тогда можно, а может быть тогда и ошибки какие-то, и не может быть, а были ошибки, действительно. Вот наращивались ошибки, вот до чего мы дошли, мы дошли до 91-го года, вот, были объективные основания, были субъективные, безусловно, вот этого краха Советского Союза. Ну, так что, вот, мы должны делать впредь, ну, прежде всего, мы должны опираться на действительно научную теорию, в том числе научную теорию общества, да, и искать истину не в вине, не в общезначимости, да, все считают, что истина, значит, истина, что такое хорошо, что такое плохо, да, и не в логичности изложения того или иного, там, есть критерии истины, вот тут вспомнили, практика, действительно, практика, вот, значит, мы все время проверяем себя на практике, вот такая норма подходит нам или не подходит, или это мы там что-то придумали, а с практикой не корреспондируется, значит, вот, надо быть более гибкими, более подвижными, более дилектичными, да, более дилектичными, вот, безусловно, так что, что тут скажешь еще более такого. Ну, теперь по поводу, там, по поводу, что этика не наука, ну, есть мнение, что и философия не наука, да, вот, тут надо возвращаться, так сказать, к основным определениям, что такое наука вообще, о том, что такое этика и, так сказать, сопоставлять и, что это, или это система каких-то принятых на веру догм, как в религии, да, приняли на веру, а потом будем дедуцировать, да, из них, вот, вот этот все дедуктивизм, это и есть догматизация, конечно, вот, ну, и это касается любой науки, в том числе и этики, если это собрание каких-то истин, которые объявляются навсегда истинными, да, вне зависимости от ситуации, вот, получается, что убить человека, с одной стороны, добро, с другой стороны, зло, да, ну, чего же мы тут будем, да, вот, это принцип относительности конкретного, дилектический, философский принцип, его надо тоже не забывать, это философия, действительно, всеобщая методология научного познания, но только научная философия, и я не скрою, я считаю, научной философией, дилектической философией, и много раз, и в устных выступлениях, и в печати, так сказать, и в научной печати, я критиковал и субъективный, и объективный идеализм, я не встречал каких-нибудь, знаете, действительно аргументированных, не эмоциональных каких-то выплесков, часто бывает так, вот, типа, вот, как вот нам, Никтор Аркадьевич рассказывал, там, вот, там, вы, там, занимаетесь дымогогией, да, ну, что это такое, это что, аргументация, да, нет, не аргументация, надо выяснить, что такое дымогогия, кто занимается потом дымогогией, ну, вот, а вот, когда ведешь такой, на достаточно научном уровне спор, определяешь термию, потом все, приходишь к заключению, что, вот, вы в своем субъективном идеализме заблуждаетесь, вот, заблуждаетесь, к сожалению, некоторые не заблуждаются, а специально вводят заблуждения других, вот, я вот тут переключаю каналы, мне тут предлагали поставить это, цифровое, раньше времени, там, будете с чем-то каналов, а я говорю, зачем мне эти 100 с чем-то, я буду слушать то, что уводит от действительности, всеми правдами и неправдами, здесь религиозная, здесь мистика, здесь суеверие, вот, понимаете, в принципе, какие излагаются, увести от реалий, тут нам все время говорят о Порошенко, как будто у нас в стране нет ничего другого, да, вот, смотрите, вот, увести специально, вот, так, каким-то проблемам, которые не являются для нас насущными, они являются для нас проблемами, но они периферийные, а вот, как мы с экономикой-то, у нас все в порядке, все замечательно развивается, да, вот, как-то так вот процент прироста-то у нас не выполнен в прошлом году, что такое, да, вот объективные моменты, так же и в отношении этих норм надо поступать, смотреть не на то, что мы декларируем или кто-то декларирует сверху, а что есть в реальности, не уходить и не уводить людей от этой реальности, вот, к сожалению, это вот любимый прием, да, борьбы. Спасибо, Владимир Петрович. Спасибо. Спасибо. Объявление. Значит, встречаемся в следующий четверг, ну, та тема, которая была озвучена, это борьба с новой оппозицией и правым уклоном ВКПБ. Ну вот. Субтитры сделал DimaTorzok